Здравствуйте, с вами Хостинг Ниндзя и я открываю серию видеоуроков, посвященных использованию услуг хостинга kingservers.com. В данном уроке я расскажу вам, как купить услуги хостинга. Для начала вам понадобится почтовый ящик. У меня заведен специальный почтовый ящик на Яндекс.Почте. Я буду его использовать для работы с хостингом Kingservers. Для того, чтобы купить услугу хостинга, вам нужно зайти на сайт kingservers.com и перейти в раздел «Виртуальный хостинг». На странице виртуального хостинга представлена таблица тарифов, которые Костер предлагает своим клиентам. Ознакомьтесь с ней и под тем тарифом, который вам нравится, нажимайте кнопку «Купить». И теперь необходимо проделать несколько шагов. Во-первых, нужно разобраться с основным доменом, который будет привязан к вашему аккаунту. Возможно, три варианта. Зарегистрировать новый домен, перенести домен от другого регистратора, и я буду использовать свой собственный домен и обновляю его на им сервера. Если вы не знаете, что такое домен, то на сайте хостинг-ниндзя есть серия видеоуроков, посвященных данному процессу. Посмотрите их, и вы сразу узнаете, что такое домен, как его зарегистрировать и зачем он вообще нужен. Я буду использовать домен, зарегистрированный у другого регистратора, поэтому я вот здесь в поле ввожу домен и зону, в которой этот домен зарегистрирован. После того, как я ввел доменное имя, я нажимаю кнопку «Использовать», осуществляется проверка, и далее мне предлагается ознакомиться с моим заказом. Я заказывал, сейчас у меня вот тарифный, вернее, срок оплаты один месяц, и мне нужно заплатить будет на один месяц 185 рублей. Параметры тарифа у меня приведены слева в таблице. Платежный цикл я могу поменять, соответственно, если я выберу на 12 месяцев, у меня месяц будет стоить 148 рублей, но сейчас мне нужно будет заплатить 1776 рублей. Я выбираю оплату за один месяц и нажимаю кнопку «Далее». Вы можете сейчас использовать промокод, если он у вас есть, вводите его, нажимаете кнопку «Применить», и у вас, соответственно, будет пересчитана сумма к оплате. У меня промокода нет, поэтому я нажимаю кнопку «Оформить». Теперь мне необходимо ввести свои личные данные для того, чтобы зарегистрироваться у хостера. Заполняем таблицу. Заполнив форму, нажимаем кнопку «Завершить заказ». И система меня перебрасывает вот на такую страницу, то есть мне нужно оплатить счет. Здесь я могу проверить сумму, которая у меня выставлена по счету за услуги. И также здесь можно выбрать метод оплаты. Ну, хостинг предлагает всего лишь оплату вебмайними, можно выбрать только USD или рубли. Соответственно, нажимаем кнопку «Оплатить» и приступаем к оплате. Итак, я выполнил оплату, получаю вот такое вот сообщение. Теперь нажимаю назад в панель клиента. Меня переключает в главный. И я вижу, что у меня вот услуги уже одна активирована. Я нахожусь на странице управления услугой. И она у меня уже активирована. В почтовый ящик у меня поступили письма о счете и о том, что счет оплачен. Собственно говоря, услуга у нас активна и теперь можно будет приступить к дальнейшим действиям. Данный урок подготовлен для рейтинга хостинг-ниндзя. Ваши переходы по ссылкам со страницы рейтинга поддержат проект и помогут сделать его еще более полезным инструментом для вас. Ссылки на таблицу рейтинга и на сайт хостинга вы найдете под видео. До свидания.